Сегодня найти работу с достойной зарплатой и хорошими условиями труда достаточно непросто. Для того, чтобы помочь безработным в этом нелегком процессе, несколько раз в год проводится Всероссийская ярмарка вакансий. Это масштабное мероприятие объединяет работодателей и соискателей всей страны. Федеральный этап ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» проходил по всей стране, в том числе и в Славянском районе. Открыл мероприятие заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко, отметивший важность данного события не только для потенциальных работников и работодателей, но и в целом для экономики муниципалитета. Ярмарка работала в течение одного дня на базе спортивной школы «Белая ладья». Здесь были созданы все условия для поиска хорошей работы. Сегодня здесь присутствует большое количество работодателей, предоставивших свои вакансии. Сегодня граждане могут не бегать по всему району, а прийти, пройти собеседование. Сегодня мы пригласили соцпартнеров, то есть они могут получить консультационные услуги здесь. Вакансий в базе данных у нас сегодня более двух тысяч. То есть со специалистами можно отработать по остальным вакансиям. Мы выбрали сегодня побережье. Мы сегодня предоставляем все услуги, которые можем людям предложить. Благодаря таким ярмаркам вакансий можно пообщаться непосредственно с работодателями, задать интересующие вопросы. Также можно узнать, как пройти переобучение по самым востребованным профессиям и повысить свои профессиональные компетенции, причем за счет работодателя. Славинск ЭКО по-прежнему является одним из самых лучших и стабильных работодателей. Для каждого соискателя у нас с его опытом работы, у нас есть свои предложения. Мы поддерживаем достойный уровень заработной платы и, кроме того, ежегодно индексируем заработную плату. В этом году мы открыли свой собственный учебный центр, где для каждого сотрудника-кандидата у нас есть своя программа обучения. Совершенно бесплатно. Сегодня на рынке труда востребованы специалисты в области медицины, педагогики, строительной, торговой и IT-сферах, инженеры, менеджеры, бьюти-мастера и многие другие. В нашем муниципалитете готовы создавать условия, чтобы привлечь необходимые кадры. Педагоги нужны в многих школах. Особо востребованы педагоги у нас русского, математики, узкие специалисты, физики и химии. На данный момент средняя заработная плата достаточно достойная. По району у нас это 50 тысяч средняя заработная плата. Конечно, в нашей отрасли это зависит от количества часов, которые ведет педагог. От его выслуги и стажа работы, поэтому заслуг управления, образования, администрация имеет возможность предоставлять жилье, либо компенсировать часть на съемное жилье. Для семьи это 10 тысяч рублей, для молодых специалистов без семьи это 5 тысяч рублей. Помимо вопросов трудоустройства, на ярмарке можно было узнать обо всех формах поддержки граждан, предоставляемых государством, проконсультироваться у специалистов Пенсионного фонда Управления социальной защиты населения, военкомата. Для учащихся старших классов и выпускников была предоставлена возможность пообщаться с представителями высших и средних профессиональных учебных заведений, узнать об условиях обучения, о предлагаемых профессиях. Всего ярмарку вакансии посетило более 500 человек. По ее итогам 30 славянцев получили приглашение на трудоустройство от работодателей. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа События.